Здравствуйте всем дорогие друзья, с вами Камарача, я вас всех рад приветствовать в очередном видео. Я покажу как ловить леща по новогоднему квесту на озере Бризионер, если не ошибаюсь, правильно? Правильно, Германия, Бризионер. Мы появляемся, бежим сразу налево на координаты вот здесь, где я показывал как ловить форель, показывал, что там можно поймать и щуку, и короче много чего я там показывал. Идем туда, за лещом. Многие люди жалуются, что леща не получается поймать, что клюет он плохо, очень трудно выполнить этот квест, лещ на полтора килограмма. Я хочу опровергнуть это мнение, я считаю, что люди, которые это говорят, они в корне не правы, поэтому сейчас будем пробовать. Пружина, естественно, вот смотрите, сборка, стоковая снасть вообще, ставим мы, я буду ставить мясо без зубки, так, так, все, да, все правильно, только нам нужно крючок не крошечный, а нужно, наверное, размер 2, правильно? От 3 до 7, так точно, размер 2, поводок 2,80, вот насчет поводка нет. Нет, ставим не 2,80, ребята, а поставим что-то побольше, на 4,5, иначе будет очень трудно тащить леща нам с вами. Так, 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 где у нас? Вот, мясо без зубки, у меня 38 штук. Давайте поставим, обязательно ставим прикормку, но это, конечно, ааа, видите, получается с прикормкой мы немножечко не влазим в этот, в спиннинг, в донку точнее. Ну, ладно, это не страшно, значит, будем без прикормки, собираем удочки наши, без прикормки тоже будут клевать, не переживайте, я всегда всем говорю, что если вдруг у вас нету прикормки, или вы тратите, нет у вас лишних денег, хотя она там очень дешево стоит, то можно и без нее, то есть, как бы переживать по этому поводу совершенно не стоит. Все, мы с вами полностью собрали наши снасти, тут я поставлю горох, еще говорят, что можно горох, и тут мы как раз прикормку сможем поставить, вот, отлично. Вот, видите, пишут, что горох, горох в чате, но мясо без зубки я поставлю, это чисто мое мнение, потому что, когда я ловил именно на без зубку, ловилось все великолепно, все было замечательно. Ну, и горох чисто для теста, чтобы протестировать, закидываем мы далеко, все у нас замечательно, и все, и тут у нас прикормка даже есть, там где у нас горох, то есть, у нас может даже клюнуть быстрее на горох этот лещ. Ну, и ждем, дорогие друзья, будем смотреть. Первая поклевочка у нас на мясо без зубки клюнула. По удару первому, не могу точно сказать на сколько, но думаю, где-то килограммчика полтора должно быть. Вот еще на первую удочку клюет. Посмотрим. Единственная проблема этих стоковых донок, я уже говорил неоднократно, что маленькое количество лески на шпуле, и трудно очень успеть. Так, карп зеркальный. Ну, это бывает такое. Карпик любит эту наживку, но это ничего страшного. Карп это тоже хорошая рыба. Ее можно порезать на потроха. Которые тоже очень сильно нужны, чтобы ловить вот это мясо без зубки. Тут в этой игре нету бесполезной рыбы, вот правда. Здесь вся рыба, ну, ладно, есть, которая, конечно, не режется, но так в основном потроха, кусочки рыбы, живец, все это прям вообще. Вот лещик, ну, это маленький лещик, по-моему. Ну, почти, ребят, вот смотрите, почти полтора килограмма лещ. Выловил второго леща и тоже впритычечку. И вот подошел наш лещик, дорогие друзья, 2751. Квест выполнился. Смотрите, в чате написали, что кто леща ждет, кидайте не в яму, а кидайте перед собой. Ну, то есть, чуть дальше вот этих вот кувшинок надо закидывать. Я так предполагаю, где-то, наверное, вот так надо кидать. Где-то вот так, можно даже еще чуть ближе. Скорее всего. И будет лещ чаще клевать. Но, как можете наблюдать, на мясо без зубки. На горох ни разу не клюнуло. По времени можете определить, сколько я просидел, я просто на паузу ставлю. Координаты вот здесь, где мы ловим форель, щуку. Все здесь и здесь же и леща. Поэтому, дорогие друзья, увидели. Все ловится, все замечательно. Я еще раз вас поздравляю с Новым годом. Счастья, здоровья, успехов, удачи. И желаю вам, чтобы вас всегда клевала рыба и было все замечательно. С вами была Камарачи. Подписывайтесь, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И оставляйте свои комментарии. Всем огромное спасибо и до скорых встреч. Пока!